Приемные семьи Ненецкого округа смогут использовать единовременное денежное пособие в размере 500 тысяч рублей на приобретение товаров длительного пользования, оплату ремонта жилых помещений и на компенсацию санаторно-курортного лечения, а также на проезд к месту отдыха и лечения. Такие изменения предлагается внести в окружной закон о поддержке детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Необходимость внесения изменений в окружной закон показал анализ использования единовременного пособия в размере 500 тысяч рублей приемными семьями. На сегодняшний день средства используются не в полном объеме, так как в основном жилье у приемных семей имеется. Не все дети нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи, да и до получения ими образования, как правило, еще далеко. Мы неоднократно с семьями, которые установили детей, встречались, рассматривали предложения по расширению цели использования этих средств, в связи с чем был подготовлен данный проект и предлагается направлять средства на приобретение товаров длительного пользования, оплату текущего ремонта живого помещения и компенсацию стоимости санторно-курортного лечения, а также проездочного семьями к месту отдыха и санторно-курортному отдыху и обратно. И установить зависимость получения данных мер от решения жилищной проблемы. То есть если обеспечено семье 9 и более квадратных метров, то тогда можно использовать средства на эти цели. В этом году на эти цели потребуется порядка 2 миллионов рублей. Руководитель профильного департамента также предложил внести еще одно изменение в данный законопроект. Предлагается устранить пробел, который у нас, к сожалению, существовал в законе. Это когда семьи, которые установили детей, возвращают их обратно в детский дом, законом не предусмотрено прекращение выхода этих пособий. Предлагается это основание установить. Кроме этого, на заседании рассмотрели проект закона, касающийся расселения граждан из помещений, признанных аварийными, и наделения органов местного самоуправления отдельными полномочиями. В целях создания дополнительных механизмов этот закон был разработан достаточно давно, но администрация была направлена на дополнение и доработку. По замечаниям проведена доработка, согласование получено, в том числе и собрание депутатов Нинецкого автономного округа, счетные палаты и всех заинтересованных органов государственной власти. Уточнено наименование проекта, дополнено порядок наделения органов местного самоуправления отдельными госполномочиями. И уточнена стоимость квадратного метра, по которой выкупается это, с учетом межквартальных изменений стоимости квадратного метра. Глава региона Александр Цибульский обновленный проект закона поддержал. Валентина Саутина также представила проект постановления о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта. Представленным проектом предлагается исключить шесть многоквартирных домов. Это один дом, который признан аварийным 27 июля 2018 года. Это рабочие 20 в городе, на Ринмаре. И пять домов, которые построены до 1991 года. Это дома каркасного типа в поселке Искатели, по улице Молодежная и Геофизика. Все согласования с окружными ведомствами департаментом получены. Далее согласованные на заседание документы будут внесены на рассмотрение депутатского корпуса. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.